Я уже несколько раз говорил, что пару лет назад уже завел отдельный канал на английском языке. И я, кстати, до сих пор не понимаю, почему ты туда не подписан. Вот сейчас вот пройди по ссылочке внизу и подпишись. Ну а те, кто если не подписался, то хотя бы сходил по ссылке и посмотрел, что там вообще за видосы, в комментах удивляются, что Изи теперь еще и на английском снимает. Что значит теперь? Теперь, если вот на этом канале, где мы с тобой сейчас находимся, на Изи Лайф, то есть на русскоязычном канале, взять и отсортировать все видосы по дате, то наверху будет самый первый видос. И самый первый видос, вообще самый первый видос Изи Лайфа в интернете был на английском языке. И вышел он 12 марта 2012 года. Это как будто сука в какой-то другой жизни было. А русская версия этого же видоса, на этом же канале, вышла спустя два дня. 14 марта 2012 года. Соответственно, Изи не теперь еще снимает на английском языке. Изи с самого начала на английском языке снимал. А русский потом уже бонусом присоединился. Перестал я снимать видосы далеко не сразу, а спустя несколько лет. Исключительно по той причине, что тогда, и в принципе сейчас, YouTube не позволял на один канал лить видосы на разных языках и разделять их по аудитории. Они сейчас добавили функцию перевода дорожек. Ну получается что-то типа, я не знаю, DVD-диска или Blu-ray, где ты в настройках выбираешь на каком языке смотреть. Но тут сука есть как минимум три проблемы. Первое. Эта функция доступна далеко не всем. Несмотря на то, что YouTube выкатывает ее уже пару лет, есть она далеко не у всех. Для примера возьмем тот видос, где меня обвинили в том, что я настолько криворукий долбоеб, что не знаю, как включить несколько языковых дорожек на одном и том же видосе на YouTube. Вот я сейчас захожу в то меню, где она должна быть, и здесь никакого добавления еще одной дорожки на другом языке нет. Но это полбеды. Вторая беда в том, что один и тот же текст при плюс-минус той же смысловой нагрузке на русском языке будет как минимум на 20, а то и на 30, а то и на 40% длиннее. Соответственно и озвучка тоже будет на русском языке почти в полтора раза дольше. А видеоряд-то один и тот же? И что делать в этом случае? На русском меньше информации давать? Или в английском сидеть и тупо молчать? Чтобы то, о чем ты говоришь, совпадало с тем, что происходит на экране. Да, разумеется, все мы смотрим фильмы в переводе, но с озвучкой. Но в фильмах типа экшон, где диалогов мало и они короткие, это особой проблемы не вызывает. Но если посмотреть фильм, который богат диалогами, например, любой фильм Вуди Аллена, то там действительно диалоги либо порезаны, либо переводчики реально тараторят, чтобы успеть за персонажами на экране. И третья проблема, характерная конкретно для моих видосов, у меня достаточно много видео, где я показываю интерфейс на экране. Соответственно, в русской версии я стараюсь, по крайней мере. Сейчас я немножко подзабил на эту тему, но тем не менее, все равно стараюсь. Показывать интерфейсы на русском языке, потому что аудитория, скорее всего, к сожалению, использует язык интерфейсов русский. А в английском видосе на эту же тему я, разумеется, буду использовать английские интерфейсы. И что делать? Видеоряд-то YouTube не дает менять. То есть получается, что либо русскоязычные будут пялиться в английский интерфейс, снятый внутри видео, либо наоборот, англоязычные будут пялиться на русианские буквы в интерфейсе. Короче, как ни крути, получается говно. И, соответственно, на этом канале, вот где мы сейчас находимся, около тысячи видосов на английском языке. То есть всего у меня там больше четырех, уже почти пять тысяч видосов. И из них добрая четверть на английском языке. Я их лил на один канал, потому что в тот момент мне казалось, что я так быстрее достигну своей цели. То есть много подписчиков. Причем цель эта была навязана мне со стороны YouTube, всеми вот этими кнопками и прочей хуйней. Лично меня больше просмотр интересовали. И, соответственно, я множеством способов пытался разделить эти видосы, разные плейлисты и так далее. Тогда на плейлисты нельзя было подписываться. И, разумеется, в комментах получал вонь. Ууу, засрал мне всю ленту своими видосами на английском, я его не понимаю. Отписка. Потом эти же нытики стали возмущаться, что засрал всю ленту видосами об ошибках винды и игрушечек, которых у них никогда не будет, и поэтому они тоже отписываются. В общем, только дай, блядь, повод. Обязательно отпишутся. Еще раз, лично мне на количество подписок насрать. YouTube в последнее время тоже. Но они все еще дают эти кнопки, а ты все еще ждешь сочинения на плюс 100 тысяч подписчиков, да? Ну, такими темпами никогда оно не выйдет, блядь. Соответственно, вот в тот момент я принял решение не выпускать больше видосы на английском языке. Что напрягаться, блядь? И я теперь кусаю локти. Это было неправильным решением. То есть я не жалею, что я сейчас создал отдельный английский канал. Я жалею, что не создал его тогда еще, много лет назад. Ну и, соответственно, предложение такое. Значит, если мы не дождемся полмиллиона подписчиков на этом канале, чтобы вышло сочинение, как я провел, за 500, то я на этом канале выпущу сочинение, если на том английском канале, ссылка на который находится в описании, будет 100 тысяч подписчиков. То есть будет там 100 тысяч подписчиков, мне абсолютно похер, что они будут из России. Не надо думать, что это каким-то образом повлияет на алгоритм YouTube, и он испортит мне статистику по англоязычному каналу. Ты слишком много на себя берешь, будучи уверенным, что знаешь, как работают алгоритмы YouTube. Мне кажется, сам YouTube не всегда понимает, как работают его алгоритмы. Соответственно, на английском канале 100 тысяч выходит сочинение на русском на этом канале. Мне кажется, это предложение, от которого невозможно отказаться. Ну и, соответственно, недавно я еще обронил фразу, что часть видосов на определенные темы будет выходить только на английском канале, потому что русскоязычная публика не потянет эти видосы. И почему-то решили, что это мое мнение, что публика не потянет. На самом деле нет. Это мнение навязано всем тем, что сейчас происходит в мире. В основном я имею в виду официальные уходы всяких разных брендов, а также сервисов из России по сам знаешь каким причинам. А руссианские аналоги, к сожалению, не тянут на полноценную замену вот того, что ушло. Но понятное дело, что различными способами это все еще можно получить. Ну ладно, вот тебе один видос по поводу того, чего руссияне в текущем моменте не потянут. Значит, недавно я делал видос про телефон со спутниковой связью. Текстовой, правда. Нет, речь не об айфоуне с его возможностью лишь в один конец отправить сигнал в СОС через спутник. Речь именно о двусторонней связи. То есть отправить текстовые сообщения и получить на него ответ. А потом, после того, как я видос снял, выяснилось, что покрытия над Рашкой нету вообще. То есть руссияне при всем желании не потянут вот эту вот спутниковую связь. А самое главное, все как обычно. Уже после того, как я подготовил видос и выложил его, выяснилось, что вот буквально на днях компания Bullet, которая предоставляла эту самую связь, закрылась и перестала внезапно производить телефоны Caterpillar. Те самые защищенные, с которых, по сути, и начались все вот эти защищенные телефоны, противоударные, влагозащищенные, с тепловизором и вся вот эта вот херня. Оказалось, что вся вот эта вот спутниковая связь – это их тема. И что теперь с этим Bullet будет? Они вроде как собираются отделить ее в отдельный бизнес, и что со всей этой темой будет – непонятно. А вот телефонов Caterpillar не будет больше. И ирония в том, что я на этом канале обострел защищенные телефоны, по-моему, вообще всех возможных брендов, кроме Caterpillar. Но ничего страшного, в принципе, потому что новые модели они не выпускали уже сто лет. И как я уже сказал, всю эту спутниковую тему они решили выделить в отдельную компанию, но пока не выделили. И даже если и выделят, то кому это все продавать-то? Группе Дятлова, что ли? Это же очень нишевый рынок. Так что опсеров Caterpillar не было и, видимо, уже не будет. И, кстати говоря, бренд никакого отношения к экскаваторам не имеет. Ну, вернее, сам бренд-то имеет, но телефоны под этой маркой не имеют. Это, кстати, довольно часто встречается в подобной строительно-ориентированной технике. С GCB, например, та же тема. То есть тот же Caterpillar выпускает там свои тракторы, экскаваторы и прочую херню, а на все остальное им насрать. Но они продают права на бренд и позволяют под ним выпускать все, что угодно. От спецодежды до защищенных смартфонов. Чем и занималась, собственно, игра фирмы Caterpillar со своим буллетом, которые вообще были инкорпорированы в Англии. Ну да неважно. В комментах, помимо вот этих вопросов про спутниковую связь, задавали еще один. Удалось ли пощупать Илона Маска за яйца? И тут я должен похвастаться. Удалось. И опять-таки тем, что русияне не потянут, по крайней мере, в текущих реалиях. А именно Старлинком. Есть кто не знает, это такой спутниковый интернет от Илона Маска. Но, разумеется, спутники-то летают. И проблема носит, скорее, юридический характер. То есть, если притащить этот самый терминал Старлинка на ту территорию, где он вроде как официально работать не должен, он все равно работать будет. И в некоторых регионах они очень нужны, не только для каких-то военных целей, но и для получения доступа там, где никакого другого варианта нет, также для значительного увеличения скорости интернета, там, где скорость херовая, ну и, конечно же, для обхода цензурированного интернета, то есть выхода из местного чебурнета. По этому поводу я могу сказать лишь только то, что если от твоей идеологии, политическому строю, жизненному укладу, религиозным или семейным ценностям или любым другим скрепам угрожает информация, какая бы она ни была, то грош цена этим вашим скрепам. Соответственно, для использования Старлинка нужно получить сам девайс и зарегистрировать его, и еще, разумеется, оплачивать подписку и тарифный план, как правило, с помощью банковской карты. Значит, в таких местах, где Старлинк не разрешает собой пользоваться, например, в Йемене и в Судане, по причине того, что что в Йемене, что в Судане, уже больше 10 лет идет гражданская война, хотя лично я считаю, что в данной ситуации может помочь больше интернета, а не меньше интернета. Ну да неважно. В этих регионах уже давно отработали такую вещь, как перпендикулярный экспорт. Значит, задача получить, во-первых, сами девайсы, а во-вторых, зарегистрировать подписку. То есть оплатить и регулярно продолжать оплачивать тарифный план, как правило, с помощью банковской карты, которая тоже нынче не везде работает. По какой-то неведомой причине Старлинк вроде как то ли не может, то ли не хочет отслеживать положение собственных вот этих вот терминалов и блокировать их на какой-то определенной территории. Значит, что делают, например, в Судане? Там получают вот эти терминалы Старлинк в области Дарфур, сами устройства регистрируются в Дубаях, там же оплачивают вот этот вот тарифный план. Потом эти терминалы Старлинк на самолете перевозят в Уганду, а оттуда уже на обычном автотранспорте отвозят в Судан через Южный Судан. В Южной Африке, где вроде никакой гражданской войны не идет, и по иронии судьбы, родина Илона Маска как раз Южная Африка, но и тем не менее в Южной Африке официально Старлинком пользоваться нельзя. Поэтому терминалы активируют в Мозамбике, где они лицензированы, и потом развозят по всей Южной Африке. Ну а в Россиюшке терминал можно получить двумя путями. Перпендикулярным экспортом через Казахстан, либо добыть в бою как трофей. Но, разумеется, уже пригрозили сбивать нахер эти самые спутники, и мне это все напоминает вот того туповатого, но не по годам рослого мальчика в песочнице. У которого у самого не получается строить красивые песчаные замки. И поэтому он ходит и тупо рушит ту красоту, которую построили другие более способные дети. Но тем не менее, мне удалось попользоваться Старлинком, и таким образом таки пощупать Илона Маска за яйца. Значит, сам терминал представляет из себя Wi-Fi роутер, к которому ты подключаешь девайсы самым обычным Wi-Fi. И на жопе у него два разъема. Один питание, а второй для подключения той самой внешней спутниковой антенны. Прелесть в том, что спутники постоянно движутся, и нет необходимости нацеливать антенну куда-то там на какой-то определенный спутник и выставлять ее вплоть до градуса, как это бывает со спутниковым телевидением, где спутники болтаются как бы на одном месте. Здесь спутников много, они там паровозиком летают, все видели эти стрёмные картинки в интернете, когда их ночью снимают. Действительно стрёмно. Соответственно, достаточно эту самую антенну просто направить в небо, и все. Тарелка вот эта вот, которая является и принимающей, и передающей антенной, вроде бы как всепогодная, но те, кто попользовался терминалом уже достаточно длительное время, говорят, что на улице от осадков ржавеет. Соответственно, лично у меня к антенне есть только одна претензия. Устанавливается она на такие четыре ноги, и на концах этих четырех ножек есть четыре отверстия, куда ты, значит, прикручиваешь шуруп, чтобы эту антенну не сдуло к хуям. Все замечательно, если ты где-то стационарно устанавливаешь эту антенну, например, на крыше. Но если ты собираешься ее временно устанавливать, например, положив на крышу автомобиля, то она этими ногами крышу твоего авто, ну или, как правило, какого-то фургона, поцарапает к хуям. Прикрутить ты ее не можешь, потому что ты ее собираешься убирать, иначе ее обязательно спиздят. Соответственно, если ты собираешься ставить и убирать антенну, то имеет смысл на конце вот этих ножек либо надеть какие-то резиновые колпачки, либо напечатать какие-то еще ножки на 3D-принтере, желательно вот на недавно появившемся варианте, когда 3D-принтер печатает резиной, а не пластиком. Ну, короче, с ножками надо что-то делать. Значит, что касается скорости. Несмотря на то, что в тарелке там есть какие-то супер-механизмы по электронному направлению пучка под 110 градусов и так далее и тому подобное, тем не менее против физики не попрешь, и сигнал, и как следствие скорость сильно зависит от погоды. В хуевую погоду, когда дождь, снег, какой-нибудь шторм, когда в небе облака и в принципе повышенная влажность, скорость скачивания болтается где-то на уровне 26 мегабит в секунду. Когда погода разгуляется, то скорость повышается до где-то 56 мегабит в секунду, и максимум, что видел я, это 154 мегабита скачки. И ты имеешь в виду, что это в любой точке планеты. Что касается скорости закачивания, то она здесь асимметричная, и она где-то в пределах от 5 до 20 мегабит в секунду, что в общем-то тоже неплохо. С пингом все гораздо хуже. Лучший пинг, который у меня был, это 107, а так он бывает 134 и выше. Но тут нужно понимать, откуда этот самый пинг образуется. Сигналу от терминала Starlink нужно сначала в космос улететь, там отразиться от спутника, вернуться из космоса обратно на Землю, а потом еще по самому обычному интернету дойти до того дата-центра, который ты пытаешься в данном случае пинговать. Учитывая расстояния, которые сигналу нужно преодолеть, физически просто невозможно получить меньший пинг. Соответственно, для игрушечек для дебилов Starlink, наверное, не очень подходит, по крайней мере для тех, где пинг важен. Но для всего остального это очень годное решение. Соответственно, вот такой вот получился видос. Учитывая, что здесь мое субъективное мнение, то он, наверное, из рубрики «По чесноку». То есть это у нас получилось видео о Старлинке «По чесноку». Но ты не потянешь. Я БОл Ютуба! Лайк под писькой, бубенцы!